Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга и в этом видео я покажу вам свочи увлажняющей губной помады гель Giordani Gold Iconic Radiance SPF 30. Поехали! Ariflame обещает нам, что это будет сверхточная помада с мгновенным увлажнением губ на 50%. Приходит Giordani Gold Iconic помада гель в картонной черной упаковке с золотистыми буквами, традиционной для всего бренда Giordani. Объем помады 2,7 грамма и выпущена помада в России. Достаем сам золотистый металлический футлярчик и сразу обращаю ваше внимание, что в дизайне помада немного отличается. Колпачок и сама помада. То место, за которое мы держимся, оно гладкое, а колпачок ребристый. И это выглядит интересно, я такого не встречала раньше, по-моему я не помню такого в помадах, но это очень удобно. Знаете, чем? Что когда помада с ребристым вот этим колпачком лежит на столе, она же круглая, она не катается. Это прям здорово, она не скатывается со стола. Сама помада тонкая и захлопывается, смотрите, со щелчком. Давайте ее откроем и внутри колпачка можно увидеть такую вставочку из мягкой пластмассы. Благодаря этой вставочке помада очень плотно закрывается, то есть кроме вот этой фиксации на щелчок, еще и есть вот фиксация на вот эту пластмассу. И кроме того, это защищает от тряски помаду и еще здесь же металлический футляр. А вот эта пластмасса будет служить своего рода термозащитой и в холод, и особенно в жару. Если вдруг вы забудете где-то помаду на окне или сумочка ваша будет на окне косметичка, то вот это будет дополнительная термозащита от того, чтобы ваша помада не растаяла. Итак, сама помада обещает нам ухаживающий коктейль, эксклюзивную формулу с витаминами B5, E и F, маслами бериберийского инжира и косточек мороженого. Что этот коктейль будет питать, защищать, увлажнять и восстанавливать и укреплять кожу губ. Будут губы разглаживаться на 22% и у помады мы наблюдаем тонкий стержень со скошенным срезом для сверхточного нанесения. Также Арифлейм нам говорит, что в помаде невесомая гелевая текстура, которая увлажняет и наполняет губы, и интенсивные пигменты для роскошного блеска. Вот это мы сейчас с вами все проверим, когда нанесем ее на губы. У меня 7 оттенков из 10, к сожалению, я так и не дождалась 36, 37 и 38 тонн. Их не будет в моем видео, остальные я вам все покажу. Давайте посмотрим сначала слотчи на руке. 43, 0,29 – шоколадная вуаль. 43, 0,30 – ягодный десерт. 43, 0,31 – гранатовое колье. 43, 0,32 – красный шелк. 43, 0,33 – коралловая тофта. 43, 0,34 – мягкая фуксия. 43, 0,35 – розовый атлас. 43, 0,29 – шоколадная вуаль. По-моему, единственный темно-коричневый оттенок в этой линейке. Очень чистый, очень глубокий, насыщенный. 43, я очень люблю такие оттенки для девочек, которые любят оттенки кофе. Это не какао. В какао есть примеси такого вишневого, розового. Нет, это чистый кофе, прям вот коричневый, как он есть. Очень достойный, элегантный тон. И на губах помада ощущается очень комфортно. Пигментация отличная, прям вот с одного нанесения хорошо помада прокрашивает. Соответственно, она будет экономичной. И да, наверное, это текстура геля. Но гель достаточно плотный, не как блеск для губ, а помада хорошо усаживается на губы. И нанесение действительно, контур вообще не нужен. И стик срезан так, что помаду удобно очень наносить на губы. 43, 0, 30. Ягодный десерт. Классическая темно-ягодная помада. Очень красивый оттенок. Именно Берри, знаете, вот глубокий, насыщенный. Вообще тестировать линейку Джордани, конечно же, одно удовольствие. Само общение с этой помадой доставляет кайф. Вы знаете, первый раз, когда наносила первый оттенок, я подумала, что мне показалось. Вот сейчас мне кажется, что действительно я ощущаю, знаете, такое небольшое покалывание. Вот совсем небольшое. Обычно вот такие ингредиенты добавляют в помады для того, чтобы губы были чуть-чуть более пухлыми. Чтобы они разгладились, наполнились. Именно, я не знаю, что там в составе, но у нас в Reflame уже были подобные продукты, декоративные косметики. Прям наносишь, начинается покалывание, и губы прям наполняются на глазах, разглаживаются. Вот у меня есть такое вот небольшое ощущение от этой помады. Вы просили сказать про аромат. Ароматы я вообще здесь никакого не чувствую. Ни масла никакие не пахнут, ни одушки какой-то парфюмерной нету. И нет вот этого аромата, который многие не любят. Старые помады, да, по-разному называют. Это просто какой-то абсолютно нейтральный и очень-очень незаметный аромат. Ну, кто-то может, конечно, его ощутить, но здесь я вообще не ощущаю. Оттенок шикарный, мне очень нравится. Уж на что я не сильно люблю ягодные такие цвета на губах, но этот оттенок, он достойный. И достаточно яркий, да, очень пигментированный, как вы считаете? 43031. Гранатовое колье. Девочки, ну до чего же эротичный цвет? Знаете, он такой... Я называю такие оттенки голливудскими, кто давно смотрит мои ролики. Вы знаете, что это за оттенок. Это не чистый красный, а затемненный немного. И вот я смотрю в каталоге, в каталоге он совсем другой. В каталоге это такой, знаете, гранат, такой советский какой-то. Вот прям гранатовый гранат. Нет, по факту это такая красота. Ну, посмотрите. Мне кажется, что потрясный просто оттенок для вечерних мероприятий. Хотя, если вы девушка яркая, возможно, вы и днем можете себе позволить такие губы. Ну, а что? Почему бы и да? 43032. Красный шелк. Это тот оттенок, который я называю цвет пионерского галстука. То есть он такой алый, маковый, очень такой, знаете, прямой, очень чистосердечный. Если прошлый оттенок, он был манящий красный, такой, знаете, прямо темноватый, то этот прямо, знаете, я красный. Если вы хотите губы более яркие, более, знаете, такой вот, на мой взгляд, это более плоский красный оттенок. Кто-то любит и такие, кому-то не нужны вот эти голливудские намеки. Кто-то хочет накрасить и сказать, у меня красные губы. Вот абсолютно красные, чистые, как был чистый коричневый, это чистый красный. Не прибавить, не отнять. И, кстати, здесь формулу помады добавлены по заявлению. Арифлейм, светоотражающие натуральные масла. Мне кажется, что любые натуральные масла, если их куда-то добавить, они будут светоотражающие. Но здесь это нам именно подчеркнуто. И я вижу сейчас вот на экране, что губы очень сильно отражают свет. И вы, наверное, это тоже видите. Когда я смотрю в зеркало, то я вижу один цвет. Вот, то есть губы полностью пигментированы. А когда я вижу картинку уже на экране компьютера, я вижу, что прямо очень сильный блеск. Вот такие прям блики на губах. И это выглядит, надо сказать, очень эффектно. Что выгодно отличает дорогие помады, это то, что даже самые яркие оттенки не оставляют практически тинта. У них пигмент очень самодостаточный. Ему не надо въедаться в губы, чтобы царить на них. И вы видели, насколько были яркие помады. Я удаляю. И да, тинт есть. Ну, это как бы... Он все равно будет оставаться после ярких оттенков. Но когда я какие-то другие помады тестировала, другие линейки, то вы видели, да, тоже в обзорах со свочами, удаляешь тинт, а там просто такая же помада на губах осталась. Можно блеск нанести и, в принципе, даже помадой не пользоваться. 43.0.33 Коралловая тофта. Морковка, здравствуйте. То есть, бывает коралл разный. Бывает уходящий в персик, бывает уходящий в какой-то светлый именно тон. Здесь однозначный коралл, уходящий в рыжий. Это настолько рыжий оттенок. Я знаю девчонок, которые именно такой и ищут к летнему сезону. Для меня коралловый, вот этот ярко-оранжевый оттенок, это ассоциация одна с загаром, с пляжем, с вечером каким-то на набережной. Шикарно вот этот коралловый оттенок будет подчеркивать ваш загар. Возможно, кто-то носит такой коралловый оттенок зимой. Совершенно, если вписывается в образ, то тоже отлично. Хочу подчеркнуть еще супер гладкое скольжение стика по губам. Это невероятно приятно, потому что бывают помады с металлическим блеском, которые ведешь по губам, а она как будто оставляет шершавость. Здесь это удовольствие. Это действительно помада гель. При этом она не течет. Видно, что она течь не планирует. Она очень четко по контуру ложится на губы, опять же, за счет вот этого срезанного кончика. И ощущается, как будто она ухаживает за губами. Но вот это покалывание, которое я в самом начале почувствовала, я его чувствую даже когда удаляю помаду с губ, все равно вот это покалывание остается. То есть, факт, здесь в ней что-то такое есть. Если вы тестировали уже помады, если вы себе заказывали, обязательно поделитесь в комментариях, есть ли у вас тоже такое ощущение. Еще у меня спрашивали, горечь ощущаю ли я при тестировании этой линейки. Я горечь не ощущаю ни от одной линейки. Мне кажется, что это все-таки такая индивидуальная история. Девочки, которые чувствуют горечь от помады, ну это обусловлено какой-то личной физиологией. Я не ощущаю ни от этой линейки горечи, ни от любой другой. Поэтому, наверное, это вопрос не ко мне, либо здесь в принципе горечи вообще нет, ни для кого. 43034. Мягкая фуксия. Приятный оттенок, яркий, но при этом элегантный, знаете, такой изысканный. И я бы назвала этот оттенок ближе к орхидее. Хотя вот все равно фуксия ярко выраженная. И мне он показался похожим на второй оттенок, ягодный десерт. И я вот специально взяла помаду, смотрите, чтобы вы могли сравнить. Вот это вот фуксия с этой стороны, а вот с другой стороны, вот с этой, это ягодный десерт. И вот ягодный десерт, он более приглушенный, более, знаете, ну именно берри, да, он более такой мягкий. А фуксия, почему я сказала, да, что она похожа на орхидею? Потому что оттенок действительно мягкий, мягкая же фуксия у нас, да, не кричащая. Но, тем не менее, фуксия более яркая, да. Вот у нас была линейка Color Obsession. Вот это вот самый настоящий Color Obsession. Хотя вся вот эта линейка, я хочу отметить, она очень пигментирована и очень эффектна. И единственный нюдовый оттенок, который у меня есть, это 43035 розовый атлас. И это действительно атласный оттенок. И он розовый. Когда я вот впервые эту помаду открыла, она мне показалась, знаете, с таким бежевым потоном. Но нет, вот я сейчас нанесла на губы, и это нюдовая, но розовая помада. Да, красивый тон, такой весенний, очень нежный. И впишется в очень много видов повседневного макияжа. Давайте подведем итог. Увлажняющая помада-гель безумно комфортная. Очень гладко наносится на губы. У нее сверхточное нанесение. Удобная величина стика. Он не большой, не маленький. Он именно такой, как надо, чтобы покрывать поверхность губ. Я ощущаю небольшое покалывание. Я думаю, благодаря вот этим вот ингредиентам, которые есть в формуле помады, губы наполняются, разглаживаются. И выглядят более молодыми, более красивыми. И, соответственно, и блеск более такой ровный, и зеркальный на губах. Блеск вообще роскошный. И помады пигментированные. То есть 2,7 грамма это достаточно. Потому что нанесение надо всего одно или два. Но если, конечно, вы не привыкли наносить бесчисленное количество раз, если вы наносите, чтобы просто помада легла на губы, то раз, два и все. Помада уже у вас на губах. Она вас украшает. И вы встречаете весну с таким новым красивым макияжем. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим роликом лайк. Пишите в комментариях, как вам новинка. Если вы уже протестировали, мне будет очень интересно почитать вашу обратную связь. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Арифлейм на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.